Во время войны за Атлас, Зана, она пыталась собрать компанию изгнанников, которые смогут все-таки победить Древнего. То есть вот эта война за Атлас, взаимодействие Шейпера и Древнего на Атласе, она продолжается. Зана ищет пути, как остановить этот процесс, как помочь заточить Древнего навсегда, как самое главное зло. Она нанимает раз за разом команду экзайлов, они вступают в группу, отправляются в Атлас, но терпят неудачи многочисленные. И потом со временем мы узнаем, что оказывается в игре вот эти рок-экзайлы, бродячие изгнанники, которых мы встречаем на картах, уникальные. Оказывается, это изгнанники, которые были в командах Заны в неудачных партиях, которые не смогли победить Древнего. То есть они сходили с ума в Атласе и оставались на этих картах, и теперь они, обезумевшие, нападают на нас уже с вами. Это вот как раз-таки остатки тех партий, с которыми Зана туда отправлялась. Но одна партия все-таки успеха достигла. В этой партии было, как и в игре, в принципе, сейчас можно же группу из шести человек собрать максимальную. Зана тоже собрала группу из шести человек, то есть сама Зана, Альхизмин, Берон, Веритания, Дрокс и Сирус. Их было шестеро. Шестеро изгнанников, которые отправились в Атлас для того, чтобы победить Убер Древнего. И вот тут, в принципе, действительно нужно рассказать их историю. Это единственная команда изгнанников, которым удалось это сделать. Великие герои. Великие. Вот и... Кстати, Мэйвен даже до сих пор отдает им славу. Я тут недавно прочитал один из диалогов Мэйвен. Точнее, не Мэйвен, а... Посланника. Посланника, да, где она говорит о том, что... Он говорит о том, что Мэйвен крайне разочарована тем, что у нее в распоряжении есть только четыре игрушки из шести, которыми она может играть. Тех, которых победили самое великое зло в Рекласте. То есть самый страшный босс до сих пор считается древний, который был навсегда побежден, повержен. И четыре это Альхизмин, Берон, как раз Дрокс и Веритания. И она ими играет, то есть она создает испытания вот это вот на четырех гвардов древнего Элдер Слэйеров. Но у нее нет Сируса и у нее нет Заны. И она очень сильно переживает по этому поводу, потому что нельзя пройти схватку... Ну, короче, Сируса на тарелку призывать Мэйвен нельзя, и Заны тоже нельзя, потому что Сирус мертв сейчас официально по лору, а Зана ушла. Она ушла в Атлас и пропала там навсегда. Хорошо, по поводу Веритании... Не навсегда. Ну, или не навсегда, ладно, хорошо. Так, что получается? Там говорится, что они единственная, эта группа, которые не обезумели, находясь на Атласе. И история о том, что вот эти изгнанники, это были прошлые ее компаньоны, да, прошлая группа. Эти пятеро узнают уже, наверное, ближе к концу. В начале они вообще не знали, зачем они идут, ну, в плане не знали, как давно Зана занимается этим. И, собственно, из разных отраслей деятельности, наверное, они все были. И вот она набрала команду очередную и пошла убивать древнего. И там каждый по-своему обезумел. Ты расскажешь про них? Ну, я могу рассказать, чем каждый из них характеризуется, да, там, какие уникальные черты у каждого из победителей древнего. Убийц. Альхизмин-охотник. Он был великим мастером охоты, расставлял ловушки, лучше всех охотился за дичью, выслеживал какие-то цели. Его взяли в команду, потому что у него был потрясающий нюх на... Как раз-таки, как вот есть рейнджеры, следопыты какие-то. То есть в Атласе нужно было ориентироваться и понимать, куда двигается ваша добыча. А в качестве добычи у них выступал древний. И в этом плане Альхизмин был очень полезен, потому что он как раз-таки обладал этими навыками. И важная часть то, что... А, может быть, ты в минусы хотел рассказать. Важная часть, что он всегда старался быть лучшим. Ну, это вот да, это со временем мы, читая дневники Альхизмина, узнаем, что его гложет постоянно какой-то комплекс, что он должен быть лучше, чем все остальные. То есть он пытается доказать, что он лучше всех дерется, больше всех добычи добывает, лучше всех охотится. Всех он воспринимает сугубо как... Соперников. Соперников и вообще какие-то объекты. То есть у него такая немножко психология психопата. То есть он не подпускает людей к себе и воспринимает их либо как конкурентов, либо как инструменты для достижения каких-то целей своих. И одним из таких соперников для Альхизмина становится Дрогс во время этого путешествия, потому что среди них всех Дрогс обладал самой высокой физической силой. То есть это был такой боец, ветеран боевых действий. Сейчас, секунду, там еще был момент, что когда этот Альхизмин после какой-то охоты измазался в крови, он типа усы себе пририсовал или еще что-то, и это позабавило веританию, из-за чего он подумал, что, возможно, она заинтересована в нем, то есть какой-то типа знак внимания, но как только он стер, она тут же стер с себя вот эту всю кровавость, она тут же оторнулась и дальше там продолжила читать книжку. То есть, короче, он отметил такой момент, что он может быть забавным для девушки. Вот. Так, Дрогс? Но больше веритания знака внимания оставляла как раз-таки Дрогсу, насколько я понимаю, уделяла, потому что какая-то эмоциональная связь между ними там образовалась. Дрогс среди них, он был самым правильным таким человеком дела, то есть большим военным опытом, муштрой, он четко всегда там вставал в одно время, ложился, в общем, все у него по графику, по расписанию, он был их такой основной боевой единицей, отвечающей за дисциплину и командование, и в плане военного ремесла, поэтому его Альхизминный воспринял своим противником, самым главным, потому что он, по сути, Дрогс его не уступал, а даже в чем-то превосходил. И Дрогс при этом был во всем хорош, за исключением того, что он на теме вот этой самой дисциплины и власти, он немножко тоже со временем начал сходить с ума, желая все основать свое царство государства во владениях Атласа, то есть Атлас это огромное количество карт, карты это большое количество каких-то ресурсов, ресурсы это возможность построить там свое некое государство, со своими правилами и законами, и он говорит, что я стану единым законом для всех. Люди мои будут счастливы и будут смотреть на меня, как на солнце, то есть, в общем, с таким же, в общем, благоговением. Ну, это произошло после, наверное, или... Это уже произошло после, да, я хотел только об этом сказать, что изначально они все были в своем уме, то есть у них все было хорошо, и они с ума начали потом сходить. Да, Альхизмин там пытался больше тушь принести, вот этот Дрокс, он за порядок какой-то отвечал, так, продолжай. То, за что отвечал Бэрон, он был отступником-жрецом, он всю свою сознательную жизнь был жрецом, но столкнулся с какими-то их злодеяниями, после чего покинул Орден, но при этом все равно не бросил служение Богу, молитве, и среди них он был таким оплотом чистоты, какой-то там служению Господу, в том плане, что он был... принес слово Божие в Атлас, так сказать, опять же, обладая какими-то хорошими там физическими показателями, он еще владел многими знаниями и технологиями жрецов, так как воспитывался среди них, и за это его веритания в том числе любила, потому что он был технически подкован, начитан, и в отличие от того же Альхизмина или Дрокса, которые все-таки были такими мужиками, да, там с Бэроном было о чем поговорить, поспорить, потому что он в том числе прочитал огромное количество книг научных, и в целом много чего знал, и у них постоянно были споры с веританией на тему религии и науки, то есть она предъявляла ему за то, что наука это самое главное, на нее надо опираться, на материальный мир, исследования, и это главное, он же в свою очередь говорил, что Бога нельзя вычеркивать из своей жизни, в общем, вера это главное, но оба они... А, и тут добавить, что он был, наверное, как Бэннон, у него была чистая вера, а не та вера, или то подражание вере, которая была у текущих храмовников, жрецов в наряде, которые там погрязли в этой порче и борьбе за власть, силу и так далее. Да, и они, в принципе, и спорили с веританией, но при этом они оба находили какие-то точки соприкосновения, например, касаемо там каких-то гуманитарных ценностей, неправильно, гуманных, в общем, да, там они заботились о людях, понимали, что человечность это главное, и, в общем, на этом они сходились, на любви к ближнему. И во многом для них этот поход был важен тем, что они могут помочь кому-то, уничтожив самое главное великое зло в мире. Сирус среди них, он был лидером, лидером, который не обладал какими-то специфическими навыками, но при этом он умел как раз-таки соединить вот этих разных людей, собрать вместе в единую команду, для того, чтобы они все не разбежались, не перегрызли друг другу глотки, то есть у него были командирские навыки, которые позволяли всех объединить в единый кулак этот мощный и нанести удар древнему. В дневниках мы узнаем, что они вместе с Заной, все в шестером, путешествовали по Атласу, прыгали с одной карты на другую, находили следы влияния порчи древнего, и в итоге продирались сквозь Атлас, все-таки обнаружили его цитадель. Вот это вот, как это зона называется? Что-то там про потерю смысла и чего-то там. Там и порталов хитрое какое-то название, да. В общем, они попадают туда, а после чего происходит вот эта финальная схватка, в рамках которой они очень долго путешествовали, они уже были прямо на грани истощения, это уже, это было для них надломный какой-то момент, сейчас или никогда, потому что они понимали, что все, у них ресурсы все истощены, и вот они наконец до древнего добрались, и Сирус в процессе этой схватки жертвует собой. Как-то там... Подожди, там, в общем, они открыли вот эту, собственно, портал в ничто, да, если можно так назвать, и уже затолкали этого древнего туда, но он все продолжал цепляться за текущий мир, за Атлас, и тогда Сирус понял, что нужно помочь, и пожертвовал собой, накинулся на этого древнего, чтобы с собой, собственно, улететь в это окно в ничто. И, собственно, он прыгает туда, там говорится, что этот древний вцепился в Сируса, и чуть ли не... Блин, погрузился, не так звучит, ну, в общем... Так, в общем... Что, затащил его с собой просто в портал, и все, как в древний вцепился. Что там выдумывалось? Я тут вспомнил дневники Сируса, понимаешь, каким он был хорошим и замечательным человеком. Зана его как тепло вспоминает у них. С Заной вообще образовалась довольно сильная эмоциональная связь. Они во время этого путешествия, если там Веритания как-то общалась со всеми, там, Дрокс был занят своими делами, Альхизмин своими, Бэрон молился, то Зана, она больше всего общалась с Сирусом. Там еще момент же, ты не рассказал о Дроксе, по-моему, что у него был возлюбленный. Это у Бэрона. А, у Бэрона. Ну, я решил, что не стоит личную жизнь из этих изгнаний на публику выносить, как бы, кого они там любили при жизни. Да, в одном из дневников Бэрон пишет письмо своему возлюбленному на тему того, что я... Ты не поймешь, ради чего, но это было, в первую очередь, там, ради всех людей, и ради, там, тебя. В общем, там, на самом деле, хорошо написано, можно посочувствовать этим людям и понять мотивацию каждого из изгнанников, вот этих вот, которые отправились на схватку с Древним. А Веритания с Дроксом, да, говоришь, была? Ну, там, да, каких-то отношений не должно. Ну, в плане, они... Да, они просто общались. Там была немножко между Веританией и Дроксом такая ситуация, что Веритания была, она все-таки такой чувственной и эмоциональной, ну, как бы, теплой, эмоциональной, а Дрокс, он в какой-то момент из-за своей вот этой вот... из-за наплыва безумия он становился все более холодным, отчужденным, погруженным в свои какие-то замыслы. Для него, в общем, перестали существовать какие-либо иные цели, кроме абсолютной власти. И ничего у них там не заладилось. Вот самые... такие, скажем так, отношения... Как сказать... Которые выросли у нас на глазах. Ну, между Заной и Сирусом были отношения. Вот там действительно крепкие. Много им внимания в игре не уделяется, но по каким-то диалогам, по рассказам, по дневникам того же Сируса мы узнаем, что Сирус, он был человеком, который никогда не мог найти своего места в жизни. И вообще он себя считал посредственностью и... не то чтобы прям неудачником, но он был не отщепенцем, не нужным ни там, ни здесь, пока в его жизни не появилась Зана, которая одновременно дала ему и цель какую-то общую, как он может проявить себя. Так и в жизни у него появился человек, который показал, что он не безразличен кому-либо может быть. И в целом они с Заной много проводили времени, общались, узнавали друг друга ближе во время этих путешествий, опирались друг на друга, и он поэтому отчасти и стал тем лидером, который интересы Заны смог соединить с интересами каждого из участников этой группы. То есть у них у всех своя мотивация была в этом походе, но как бы он смог это все объединить, сплотить, и в какой-то момент в самый важный Сирус, он принимает главное решение в своей жизни, что он был никем всю жизнь, и непонятно, зачем вообще родился в этих там блошиных рынках этого Теополиса, и в общем он принимает самое такое решение важное и жертвует собой для того, чтобы заточить самое главное мировое зло в этой пустоте. Он жертвует собой, прыгает в портал, запирает тем самым древнего, это ужасный удар для всей группы, потому что они потеряли как и друга, так и наставника, как лидера, так и возлюбленного. Каждый что-то потерял в этот момент, и они долго не могли от этого оправиться, но в итоге покинули место схватки. Потом из дневников Сируса мы узнаем, что он был запечатан где-то там с той стороны измерения, скажем так, и он видел, как они покинули его и ушли, то есть они были с ним там какое-то время, но потом они отдалялись, а он не смог пойти с ними, и он почувствовал себя брошенным и обреченным. Там еще почему он почувствовал это в какой-то мере, потому что в этом то место, куда он отправился, куда он попал, там говорится, опять же, время течет вообще супер бесконечно, и он видел, как наверное, тысячелетие или там, я не знаю, миллионы лет, ну, условно, чтобы описать, что он чувствовал, то есть долгое время он видел, что они были там, и потом какое-то время они не дождались и ушли, а для него это было прям очень долго, как они уходили, чуть ли не в заведленные съемки, в какой-то, и, собственно, они типа не дождались, а он вот-вот-вот, он рядом, и он может прямо сейчас типа выйти, но, ну, мог бы, наверное, он так думал, типа они никак ему не помогли. Да, он оказался запечатанным, как он говорит, как в стекле, просто погрузившись в бесконечное ничто и в пустоту, в абсолютная свобода, в которой ты волен делать все, что хочешь, двигаться в любом направлении, заниматься чем угодно, обладать абсолютной властью, но ты ничего не хочешь, то есть у тебя абсолютная пустота, ни чувств, ни мотивации, ни желаний, ни страстей, и ничего тебя уже не волнует в жизни, и он на какое-то время погрузился в это состояние, а в это время... кажется, в это состояние он погрузился... Ой, то есть он наблюдал это, будучи там, и у него не было никаких эмоций на этот счет, но вернувшись, он прям вспомнил все то время, которое он был там, и как они все его покинули, и вот на на этом у него разыгралась вот эта какая-то жестокость, а с его стороны он говорил, что он перестал ничего, перестал что-либо чувствовать. Ну, это опять же психология человека, который теряет эмоциональную связь вообще с чем-либо в этом мире, то есть, когда вы не чувствуете ничего, то есть, опять же, да, сплошная дыра эмоциональная, то вы пытаетесь проверить, а что вы почувствуете, если причините, сделать какие-то резкие острые поступки, а кому вы можете их причинить, только каким-то знакомым и близким. Соответственно, что сделал Сирус? Он решил разрушить все, что когда-то для него что-то значило, то есть, он решил сделать больно всем своим друзьям, и той своей родине, в которой когда-то был, чтобы просто проверить, а что будет, если это не сможет его как-то пробудить в нем что-то, какие-то эмоции и чувства, то значит ничего не сможет. И спустя какое-то время он начал нашептывать и как-то приходить в видениях к своим бывшим друзьям, я так понимаю, что... они, видимо, Зана поняла, что все они безумеют, и заперлась внутри Аплоса, чтобы никто из них не нашел выход и не начал творить всякое в рэпласти. Ну вот здесь как раз те самые безумства происходят с ними, причем там это описано, как группа потихоньку распадается, то есть, как это бывает, не знаю, в каких-нибудь фильмах, да, там, в историях, книгах, вот их осталось пятеро, мушкетера, да, пятеро их осталось, но первым среди них их покинул Альхизмин, он просто ушел на охоту там как-то и не вернулся, и в целом они стали чувствовать, что пара глаз каких-то следит за ними, то есть, он ушел заниматься там охотой, и дичью его стали они же сами, то есть, он стал абсолютным охотником, целью которого стало преследование добычи в рамках Атласа вот этого, и он хотел доказать, что он самый лучший, если он сможет поймать их, то, соответственно, кто может быть лучше, чем вот он, ну и впоследствии он занимается тем, что ловит изгнанников, и гордится тем, что он там кого-то смог поймать, а Дрогс, он, соответственно, погружается в безумие мира, порядка и вот этой законности, я есть закон, я есть абсолютная власть, он натерпелся несправедливости в Ариате, вот это беззаконие, которое устраивали жрецы, рабство, в которое они там те же каруи заточили, и в общем, в целом, как страдают люди, и он понял, что он может это все изменить в Атласе, если построить свое государство, и со временем он отстранился, для него стали неважны его вот эти вот тиммейты, да, там, напарники, он их покинул, спустя какое-то время веритания как бы уже тоже, сначала она, короче, всех жалела и сочувствовала, что, мол, никто так не понимает моих напарников, как я, она пишет в своих дневниках, я понимаю, что чувствует каждый из них, и, в общем, она всем их сочувствует, но со временем это все искажается, и она понимает, что они ей отвратительны, потому что каждый из них преследует какие-то свои цели, все эти цели ужасные и омерзительные, ее тошнит от их лиц, этих людей, от их повадок, от того, что они хотят, страсти, желания, в общем, все это ей противно, потому что она хочет избавить этот мир от вот этой вот всей грязи, пошлости, там, и всего остального, и только чистые навыки, помыслы и желания какие-то, в общем, должны править, в общем, мне там на этой почве как-то ее переклинило веритание-избавительница. В конце остаются только Заны и Берон вдвоем, они идут вот, путешествуют вдвоем пытаются вроде как найти выход из атласа еще до сих пор, но и Берон в конце концов у него ничего кроме веры не остается в голове, то есть он начинает фанатично поклоняться Богу и забывать обо всем другом, то есть он хочет очистить этот мир от порчи и сделать так, что все будут поклоняться Богу в первую очередь, не кушать, не пить, а в первую очередь заниматься молитвой по утру и в общем на этой почве они там с Заной тоже теряют контакт и Зана понимает, что все, ее команда распалась, все они обрели ужасную власть и победив древнего, они стали сами угрозой, угрозой для рекласта, единственный выход это что сделать, это запечатать их в атласе, поэтому она уничтожает машину картоходца, насколько я понимаю, и делает так, что они не могут вернуться. А все это время безумие, их как это, обретение безумия, все это время Сирус им там постоянно у них в голове сидел и говорил вот, вы меня бросили, вот, короче, там, я здесь ничего не чувствую, и вот так, короче, они достаточно продолжительное время в этом безумном состоянии, наверное, находятся, типа, постоянно кто-то тебе говорит, и ты чувствуешь какую-то, наверное, вину у каждой из них за это, что бросил, ну, и так далее. И этот Сирус не переставая, просто месяцами, годами у них сидел в голове и вот это все говорил, и они просто начали сходить с ума и закрываться в свой, наверное, какой-то кокон, чтобы просто избавиться от этого присутствующего голоса. Может быть, из-за этого они закрылись и в себя ушли. Но там Бэрон говорит в своих дневниках, что из-за вот этого голоса постоянного перестает слышать вообще молитвы и свой голос, ни о чем не может думать, типа, читает книжку, а смысл прочитанного ускользает от него, потому что у него только вот этот бесконечный бубнеж в голове, тирусовский. Зана спасает Рекласт от влияния обезумевших и обретших власть изгнанников, уничтожает машину картоходца и возможность путешествий между мирами. Сама себя в том числе запечатывает в Атласе, но она уже как рыба в воде, там она столько в этом Атласе, что ее вообще не останавливает. Забавно, что будучи в Атласе, вообще все безумеют в плане Атлас это такое место, где все безумеют, то есть от того или иного, но есть единицы, кто все же типа нас, изгнанников, которые вечно сидим в этом Атласе и там Зана, может быть еще какие-то единицы, у них какая-то резистентность есть, или мы сами начали безуметь от того, что мы туда заходим и нас этот Атлас зовет и мы раз за разом кстати, я где-то это читал, что у Атласа есть такое свойство, которое притягивает к себе и не отпускает человека типа. Но ты же заходишь в Pass of Excel постоянно играть и из лиги в лигу заходишь, открываешь Атлас и карты. И это такое отчасти можно сказать слом четвертой стены, который иногда устраивает, но типа хватит бегать по этим полям, у тебя есть реальная жизнь, идея, и у тебя там нечем заняться что ли? Ну и персонажам такие диалоги дает. Ну в общем суть в том, что Атлас типа зовет и мы по сути в какой-то мере тоже изгнанники за которых мы играем они тоже немного безумеют и постоянно ходят в Атлас Поэтому нам Зана все время и говорит Still Sane Exile Ты еще в своем уме ты еще не спятил окончательно проверяет нас проверяет Да и потом наступил следующий expansion да где мы да нет еще не наступил погоди это же тот же тот же самый с пробуждением Атласа то есть в какой-то момент еще момент помнишь ты говорил что ты хочешь что-то сказать я уже проговорил это как раз насчет как раз насчет Мэйвена и того что она не все игрушки получила что там прикольно что там шесть экзайлов и по сути у нее только четверо и она хочет найти Сируса и Зану чтобы их тоже на свои в свои испытания затянуть навряд ли этого что-то выльется но просто как ее такие переживания она хочет всех боссов короче к себе собрать короче я потом еще чуть погодя еще кое-что скажу давай продолжай в пробуждении атласа сюжет рассказывается вот про элдерслейеров про убийц древнего это все немножко за кадром мы узнаем это все из записок когда путешествуем по атласу вообще когда мы только начинаем пользоваться машиной картоходца в какой-то момент появляется Зана и говорит что ты наделал ты дурак она причем нас очень так жестко осекает ты зачем подожди там же было вот что они заперлись потом командование над вот этим всем над внешней угрозой так сказать берет на себя кирок и он с помощью него мы восстанавливаем машину картоходца или он с помощью нас ну в общем мы восстанавливаем машину картоходца и опять лезем в этот атлас все все правильно ты заметил мы после победы над китавой раньше на площади ариата встречали кирока и он говорит что вот есть там такая зана цезариус отвратительная женщина которая уговорила моего брата берона отправиться с ней в приключения для того чтобы победить вот это некое космическое зло я берона потерял хочу очень его вернуть очень люблю своего брата помоги мы находим действительно части машины картоходца в лабораториях активируем устройство и начинаем путешествовать по атласу то есть мы снова открываем карты и в какой-то момент на картах мы встречали раньше заново то есть мы ее встречали и она нам первое что говорит какого черта почему я машину запечатала уничтожила опять кто-то здесь появился ты понимаешь какая это угроза со временем мы с Заной начинаем общаться и узнаем что вот вот всю эту историю про убийц древнего из записок из диалогов самой Заны сражаемся с каждым из вот этих вот самых гвардов с веританией бероном дрогсом и альхизмином и собирая фрагменты мы можем в принципе попасть к Сирусу пробудителю миров сюжет на это выглядит так что во время путешествия в Атлас и Зана и Кирок они ощущают потоки энергии нарастающие то есть нечто грядет какая-то буря буря пробуждения око шторма которая активирует Атлас пробудит его и что-то произойдет страшное со временем мы узнаем что это что-то это как раз таки возвращение Сируса то есть чем больше мы пользуемся машиной картоходца путешествуем по Атласу тем больше Сирус получает энергии какой-то с помощью которой он активирует око шторма и создает копию машины картоходца уже внутри Атласа то есть там хитрая тема он создает обратную машину картоходца по сути позволяющую ему из Атласа перемещаться в Реклас через порталы и он с помощью этой машины картоходца возвращается на Ариат на площадь Ариата где происходит с ним впоследствии финальная схватка вот это вот где он говорит что я ничего не чувствую попробую уничтожить Ариат и может быть тогда что-нибудь произойдет да и он говорит типа Атлас оставь себе типа за ним он говорит но вот Ариат я сожгу дотла да Атлас он мне не нужен потому что мне ничего не нужно Ариат я сожгу и вы меня не остановите он еще там говорит во время схватки что ты убил всех моих друзей я наверное должен горевать как-то что ты убил Берона Дрокса Альхизмина и Веретанию но я вообще ничего не чувствую к сожалению и впоследствии схватка происходит многие кстати игроки этого не понимают во время схватки что мы оказываемся на площади Ариата это та самая которая в пятом акте ну или в десятом вот эта вот площадь Ариата в центре этого самого акта а Сирус перемещается туда схватка происходит там и во время этой схватки пока мы его пытаемся остановить он вызывает вот этот самый катаклизм Ока Шторма который уничтожает Ариат мы побеждаем Сируса но процесс этот не остановить и Ариат таким образом был полностью уничтожен там теперь разоренная какая-то пустошь полностью выжженная этим событием и вот как раз после этого мы уже отправляемся на архипелаг Каруи то есть это тот момент в котором нас отправляют в эпилог говоря о том что все Ариата как такового больше не существует теперь наш дом это архипелаг Каруи где мы можем временно обосноваться для того чтобы там как-то укрепиться отдохнуть и в общем ждать видимо какой-то новой угрозы Сирус мертв Зана опустошена ничто ее тоже не радует после этого она бросает шпагу в синематике и говорит что я тоже ухожу все с меня хватит это было последней каплей что я хотел сказать в диалогах богиня смерти как ее звали Хинекора Хинекора да ты читал да какие-то точно там в общем есть обрывки ее воспоминаний можно сказать так типа она спала но обрывками она видела что произойдет или она раньше видела а потом уснула в общем в какой-то момент она говорит слишком далеко и образно говорит что она должна вернуться и я про то что Зана должна вернуться но точно непонятно она ли это но типа она должна вернуться там все так вити и вата написано в этих предсказаниях Хинекора на самом деле да что да там в проброс просто она что-то заявляет что да там кто-то должен вернуться у меня кстати будет супер мега догадка в будущем я тебе просто взорву взорву мозг но это будет уже в следующем выпуске черта да вот это настоящий клиффхенгер просто там такое в этой Хинекора нагадала просто о о